Бисмилляху рахману рахим Первый вопрос, который касается хадиса от Абу Хурайры хадиса под номером 81 в главе Аль-Имама в книге Умгатул-Ахкям Это вопрос Кто те ангелы, которые совершают таамин? Или кто те ангелы, которые одновременно с молящимися вместе произносят Амин? Сказал имам Анауи да помилует его Аллах И ученые разногласили относительно этих ангелов Было сказано, что это ангелы или хафизун То есть те ангелы, которые записывают и сохраняют деяния людей Как говорит Всевышний Аллах в суре Алинфитар Инна алейкум ля хафизин кираман катибин я'ламу нама тафалун Над вами есть ангелы-хранители благородные песцы которые знают то, что вы совершаете Продолжает имам Анауи И было сказано, что имеются ввиду другие ангелы То есть первое мнение, которое было высказано то, что это те ангелы, которые записывают деяния людей И как сказал хафиз ибн Хаджр в своей книге Также было высказано мнение То, что это те ангелы, которые сменяются Известно, что днем Человека сопровождают ангелы И ночью также человека сопровождают ангелы И они сменяются во время молитвы Аль-Фаджр и Аср Как об этом сказал посланник Аллаха в хадисе, который приводит имам Аль-Бухари То есть было высказано также мнение Говорит ибн Хаджр Аскаляни То, что это ангелы, которые сопровождают человека И сменяются во время После полуденной молитвы И после утренней молитвы Однако более явно то, что под этими ангелами И имеются ввиду те ангелы Которые застали этот намаз То есть в Аллаху Алим Как говорит ибн Хаджр Аскаляни Имеется ввиду то, что это те ангелы Которые присутствовали на намазе И застали этот намаз Будь то на земле или на небесах Имеется ввиду это те ангелы Которые говорят Амин вместе с молящимися И если их Амин совпадет с Амином Которые преднесли молящиеся за имамом То простятся им их грехи Как об этом говорилось выше Валлаху Алим Бисмилляхи ррахману ррахим Следующий вопрос, который разбирается в книге Связанный с хадисом от Абу Хурайры Хукмут Та'мин Каково шариатское постановление Произнесение Та'мина То есть слов Амин После чтения Сура Аль-Фатиха Первое мнение заключается в том, что произнесение слов Амин То, что называется Та'мин Желательно для имама И для тех, кто стоит за имамом То есть для ма'мумин И это мнение большинства ученых То есть, что это желательно Далилюхазил кауль Аль-адиллату л-варидату фидалик Доводом же на это являются те доводы Которые приходят относительно этой темы То есть ученые, когда посмотрели на хадисы Которые сказаны относительно Амин Сделали вывод, что желательно сказать Амин Вахия кафира И этих хадисов очень много Из этих хадисов Это хадис Абу Хурайры Который упомянул автор Автор книги Абдул-Гани Аль-Макдиси Второе мнение заключается в том, что Имам вообще не произносит слов Амин Однако произносит их только те, кто стоит за имамом Вахия реваятун анмалик Это реваят, который приводится от имам Малика И также некоторые его последователи Высказали это же мнение И они привели в довод хадис от Абу Хурайры Это будет доволен им Аллах Где сказано Если имам скажет Гайри-ль-Махдуби алейхим валя-далин То вы говорите Амин Ахраджахуль Бухари во Муслим Этот хадис приводит имам Бухари и Муслим В этом хадисе нету обуславливания тем Что Амин нужно говорить только тогда, когда имам произнесет Амин Однако сказано Если имам скажет Гайри-ль-Махдуби алейхим валя-далин То вы говорите Амин Это хадис от Абу Хурайры Они сказали, что в хадисе нет указания на то Что имам должен говорить Амин Однако сказано, что имам говорит Гайри-ль-Махдуби алейхим валя-далин И только молящиеся за имамом говорят Амин А хадис же, который пришел у нас в главе Где сказано, когда имам скажет Амин Говорите вы Амин Они сказали, что под Амином имама Имеется ввиду его дуа Которую он делает в конце суры Фатиха Когда говорит Ихди нас сурат и мустаким Веди нас прямым путем И так далее Они сказали, что это имеется ввиду под Амином имама Также были высказаны другие мнения И упомянул об этом Хафис Когда говорится Аль-Хафис Имеется ввиду Аль-Хафис ибн Хаджир Аз-Каляни И когда говорится Филь-Фатх То есть в книге Аль-Фатх Имеется ввиду Фатх-Уль-Бари Шарх на Сахих Бухари Третье мнение в этом вопросе Относительно шриадского постановления Произнесения Амина То, что Та'мин является обязательным Обязательно его произнести Должен человек Который читает за имамом Сказал Аль-Хафис Рахимаху Аллах Да помилуйте его Аллах И передал Ибн Базиза От некоторых обладателей знания То, что произнесение слов Амин Является ваджибом Руководствуясь тем, что это является Внешним смыслом приказа Повеление пророка Сказано Когда имам скажет Амин И вы говорите Амин То есть в повелительном наклонении Или сказано в хадисе Когда имам скажет То вы произносите Амин То есть приказ От посланника Аллаха И сказал то, что Захириты обязывали Произносением слов Амин Каждому молящемуся То есть каждый должен это произнести Говорит шейх Автор толкования Наумдату Лихкям Ар-Раджих Правильное мнение в этом вопросе Ху аль-Каулю с-салис Это третье мнение Ли уджудиль амр бихи Третье мнение заключалось в том Что обязательно человек должен произнести Амин Потому что на это пришло веление От посланника Аллаха Салли Аллаху алейху ассалям То есть приказ Ли хадиси аби Хурайра В хадисе от Абу Хурайры Да будет давлен им Аллах Аль-Лазьи дакраху аль-Муаллиф Которую упомянул автор книги Ваджа аби лавв И также в одном из ревоатов Было сказано Иза каляль имам Валаддаллин Если имам скажет Валаддаллин Фа кулю амин То произносите же Амин Ваказа яджибу алян мунфарид И также это является обязательным Для того кто читает намаз один Также это является обязательным Для того кто читает намаз В одиночестве Валлаху а'лам иляхуна Хафизакум Аллах После того как разобрали вопрос Относительно шариатского постановления Произношения слов амин И сказали что Более правильное мнение в этом вопросе То что произнести слова амин После чтения суры Фатиха Имамом является вааджиб То есть обязательным Если это будет оставлено То человек возьмет грех Исходя из тех хадисов которых Произнесение слова амин Пришло в повелительном наклонении То есть посланник Аллаха Салли Аллаху алейху ассалям Повелевает Молящимся произносить амин Говорит Когда имам говорит амин То и вы говорите амин Или когда имам говорит То вы произнесите амин Исходя из этих хадисов Ученые сказали что Для ма'мума То есть для того кто читает намаз за имамом Также для мунфарида Для того кто читает намаз один Произнесение слов амин является вааджиб Обязательным Однако здесь возникает вопрос А какое шариатское постановление Произнесение амин для самого имама И поэтому следующий вопрос Который затрагивается в книге На странице 425 А является ли обязательным Произнести амин имаму И сказано То что явно видится из контекста хадисов То что это является желательным для него То есть для имама И не является обязательным Как об этом сказали большинство ученых Однако тот довод на который опиралась Сторона которой придерживается второго мнения Оно заключалось в том что Имам не должен произносить амин вообще И это не является желательным для него И опиралась она в этом на хадис От Абу Хурайры Да будет доволен им Аллах То в действительности в этом хадисе Нет никакого указания на то что Имам не должен произносить амин Однако имеется ввиду в этом хадисе Таарифуху маутуа тааминихим Когда посланник Аллах сказал «Если имам говорит То вы говорите амин» Это было высказано Не для того чтобы Указать на то что Имам не должен говорить амин А его должны сказать только Те кто за ним А это было высказано С такой целью Чтобы показать Когда Молящиеся должны сказать амин То что место Это произношение «Амин» после того, как имам скажет «Валя-даллин». А никак не указывает на то, что имам не должен произносить слов «Амин». И то есть «Амин» должен быть произнесен молящимися после того, как имам скажет «Валя-даллин». Бисмиллахи рахмана рахима, альхамду лиллаху, ассалату ассаламу аля расулиллаху, аля алихи и ассахбихи и аджмаин. Следующий вопрос, который связан с хадисом под номером 81, с хадисом от Абу Хурайры, который приводится в книге «Амдату л-Хакам». Должен ли макмум произнести слова «Амин», если их не произносит имам? Очень часто задают такой вопрос. И сказано у нас в книге. Если имам по какой-то причине не говорит «Амин», не желает или забыл, или какие-то носят в себе убеждения, что не нужно говорить «Амин», то тот, кто стоит за имамом, то бишь Муктам, он все равно должен сказать «Амин». По причине хадиса от Абу Хурайры, рада Аллаху Анху, о том, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи и ассаляма, сказал, «Когда имам говорит «Гайри л-Махдуби, алейхим валя-даллин», то вы скажите «Амин». Повелел говорить «Амин». Независимо от того, сказал имам «Амин» или не сказал, достаточно слов имама «Валя-даллин» и посланник Аллаху, салли Аллаху алейхи и ассалям, после этого повелел говорить «Амин». Этот хадис приводит имам Аль-Бухари под номером 782, а также имам Муслим под номером 415. И говорит имам Аль-Навуи. Если же имам не говорит «Амин», то желательно сказать тому, кто за имамом «Амин» вслух, и нет в этом разногласий. Но здесь стоит указать то, что до этого мы говорили, что произнесение «Амин» является ваджиб, обязательным. А имам Аль-Навуи говорит то, что это является желательным, исходя из масхаба шафиитов. Большинство ученых, в том числе масхаба шафиитов, сказано то, что произнесение слов «Амин» является желательным, а не обязательным. Однако, как было сказано ранее, контексты хадисов посланник Аллаху, салли Аллаху алейхи и ассалям, указывают на то, что является обязательным сказать «Амин». Так как контексты хадиса пришли в повелительном наклонении, то есть «Аль-Амур-Яхтад-Аль-Уджуб». Также он говорит «Наса алейхи фил-ум, уаттафаку алейх». Об этом сказал имам Аль-Шафи'и в своей книге «Аль-Ум», и они были в этом единогласны. То есть, когда он говорит то, что нет в этом разногласий, или они были в этом единогласны, он имеет в виду шафиитов, он имеет в виду шафиитский масхаб. И делается это для того, чтобы имам услышал и точно так же совершил это действие. Если имам не сказал слова «Амин» после суры Аль-Фатиха, то все равно тот, кто считает за имамом, говорит «Амин». Возможно, имам вспомнит, это послужит напоминанием для него, и он тоже совершит это действие. «Коль асхабуна» и сказали наши последователи, опять же имеется в виду шафииты, «Саваун таракахуль имам Амдан аусахван». И не зависит это никак от того, что оставил имам эти слова специально, преднамеренно, или же по забывчивости, и допустил упущение. То есть, правильное мнение в этом вопросе то, что если имам не сказал «Амин», то тот, кто читает за этим имамом, обязательно должен сказать «Амин». Иначе он возьмет грех перед Всевышним Аллахом, но тем не менее, намаз его будет действительным и правильным. «Валлаху а'лам и ля хуна». Бисмилляху рахману рахим. Следующий вопрос, разбираемый в книге «Хукмульджахр битта Амин». Каково шариатское постановление произносить слова «Амин» после суры Аль-Фатиха вслух? «Аль-Каулу-Ауаль» – первое мнение в этом вопросе. Первое мнение заключается в том, что как имам, так и те, кто стоит за ним, произносят «Амин» после чтения суры Аль-Фатиха вслух. И этого мнения придерживался Ата, Аль-Ауза'и, имам Аш-Шафи'и, также имам Ахмад, Исхак, Ибн Абишейба и большинство ученых и числа Ахлюль-Хадис. Их довод «Мдалилюхум» – «Ковлюху саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям, ида аммена л-имаму фааммину». Слова пророка до благословитого Аллаха приветствуют «Когда имам скажет «Амин», то и вы произносите «Амин». И эти слова указывают на то, что они слышали «Амин», который произносил имам. Так как посланник Аллаху саллаллаху сказал «Когда имам скажет «Амин», значит, те, кто стоит за ним, должны были услышать этот «Амин». Также их доводом является хадис, передаваемый от Уайли ибн Худжра, роды Аллаху анху, где он передает то, что я слышал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал «Амин» и протягивал в этом свой голос. То есть, произнеся «Амин», протягивал свой голос, в дальнейшем еще будет упомянуто, как правильно произносить «Амин». Этот хадис приводит наш шейх Мукбель в своей книге «Ас-Сахих Аль-Муснад» под номером 1188. Как передается это от «Атта», он говорит, «Я застал около 200 сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и когда имам говорил «Амин», слышался громкий гул или же громкий шум по причине того, что они произносили «Амин». Второе же мнение заключается в том, что как имам, так и те, кто стоит за ним, произносят «Амин» скрыто, то есть про себя. И более же правильное мнение в этом вопросе – это первое мнение о том, что «Амин» произносится вслух, по причине тех доводов, которые были приведены выше, а Аллаху об этом ведомо лучше. Следующий вопрос, который связан с хадисом под номером 81. Когда должен сказать «Амин» человек, который читает за имамом, то есть должен ли он сказать его одновременно со своим имамом, или должен дождаться, пока имам завершит говорить «Амин» и затем начать говорить «Амин». Отвечая на этот вопрос, говорит имам Ибн Раджаб Аль-Ханбали, в своей книге «Аль-Фатх» «Фатху-ль-Бари», которая также является толкованием на Сахиха-ль-Бухари. Произнесение слов «Амин» молящимися должно быть вместе с произнесением слов «Амин» имама. Они не должны опережать имама и не должны произносить «Амин» после него. И таково мнение наших последователей и последователей имама Шафии. Когда имам Ибн Раджаб говорит «наших последователей» имеет в виду ханбалитов. И они сказали, что не является желательным для макмума совершать что-либо вместе одновременно с имамом, кроме вот этого действия. Потому что до этого на уроках мы говорили о том, что макмум должен совершать свои действия сразу за имамом, не опережая, не сильно отставая и не совершая одновременно. Потому что все они говорят «Амин» на ту мольбу, которая содержится в Суре Аль-Фатиха. То есть смысл слов «Амин», как говорят ученые, это «Аллаху мастаджиб», то есть «О Аллах ответь». И когда верующий говорит «Амин», тем самым как будто бы он просит Всевышнего Аллаха ответить на ту мольбу, с которой он взывал в Суре Аль-Фатиха. Или на ту мольбу, с которой взывал имам, читая Суре Аль-Фатиха. И ангелы также произносят слова «Амин» на ту мольбу, которая содержалась в Суре Аль-Фатиха. И поэтому узаконено произнести одновременно «Таамин» имаму и макмуму, для того, чтобы этот «Таамин» совпался с «Амином» ангелов, которые на небесах. И доводом этому является риваят, который приводится от Мамора, где сказано о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейху вассалям, сказал где сказано «Воистину ангелы говорят «Амин» и имам говорит «Амин». То есть причиной служит то, чтобы «Амин» ангелов совпался с «Амином» молящихся. И тогда же смысл слов пророка, саллиллаху алейху вассалям, в хадисе, где говорится «Иза амманал имаму фааммину» Когда имам скажет «Амин», после этого говорите «Вы Амин» или только тогда говорите «Вы Амин», под этими словами подразумевается, что когда имам соберется сказать «Амин», то есть захочет, желает сказать «Амин» или вознамерится сказать «Амин», тогда и вы говорите «Амин». А не нужно дожидаться того, пока имам закончит. То есть итог этого вопроса заключается в том, что как муктам, так и имам произносят «Амин» одновременно. Нужно постараться, чтобы «Амин» был произнесен одновременно и вожелать того, чтобы произнесение этого «Амина» совпадало с произнесением «Амина» ангелов. Валлаху а'лам, иляхуна вафа ка кумулах. Бисмилляху рахману рахим. Последний вопрос, который связан с этим хадисом. Ма джа фи лугати амин. То, что пришло относительно произнесения слов «Амин», относительно лугат, который существует в слове «Амин». Первая версия произношения – это «Амин». Протягивая, делая мат, «Амин» и не удваивая «Мин». Второй вид произношения – «Амин». «Бель-каср ватахфифиль мим» – «Не удлиняя хамзу» и не удваивая «Мин». «Амин». Таким образом. «Хакаха-сааляб» – это мнение приводит «сааляб», один из филологов арабских. «Ва-ахарун». Также и другие. «Ва-анкараха-джама'атун аля-сааляб». Некоторые из числа ученых согласились с его мнением. Третий вид произношения – это «Амин». «Бель-мат валь-ималя битахфифиль мим» – «То есть протягивая «А», но с «ималей». Что-то между «А» и «И». И получается «Амин». И не удваивая букву «Мим». «Хакаха-аль-вахиди» – это мнение приводит также один из известных филологов «Аль-вахиди». «Ва-хакаха-хамза аниль-киса-и». Также его передает «Хамза» от «Киса-и». Четвертый вид произношения – «Бель-мадди ватажди дель-мим». Протягивая первый звук и удваивая «Мим». То есть «Амин». Таким образом. «Хакаха-аль-вахиди» – также его приводит «Аль-вахиди». «Ва-кала руя-далик аниль-хасан-аль-басри валь-хусейн-абель-фадль». Также это передается от «Аль-хасана-аль-басри» и от «Аль-хусейна-абель-фадля». Но относительно этого вида произнесения «Кал-аль-кад-и-йят» «Сказал «Аль-кад-и-йят» «Ва-хия шадзда мункера во мордуда». Она является шадзда, является отвергаемой, порицаемой и неприемлемой. И как сказал Ибн-Ас-Сиккид, также один из филологов, и другие языковеды, то, что это является из ошибочного произнесения людей, которые хорошо не осведомлены относительно арабского языка. И действительно, если человек произносит «Амин», это уже меняет смысл слова. Слово «Амин» несет в себе смысл «Аллаху мастаджиб», «Аллах ответь». Однако, если человек скажет «Амин», удваивая «Мин», смысл этого слова уже будет как те, кто направились, те, кто взяли себе целью что-либо. Как говорит Всевышний Аллах в начале суры «Аль-Майда», «Амин» «Аль-Байт-Аль-Харам», «Ай-Аль-Кос-Идин». Те, кто направились к священному дому, те, кто направились к запретному дому, говорят «Амин» «Кос-Идина». Поэтому смысл будет уже изменен, поэтому многие порицали такой вид произношения. Это четыре вида произношения слов «Амин». То есть, первый, еще раз повторюсь, «Амин», второй «Амин», третий «Амин», и четвертый «Амин». «Аль-Хуляса» и тот же этого вопроса «Анна Аджуада Хадихи Лугад Хи Аль-Уля». То, что наилучший вид произношения – это первый, протягивая первый звук и не удваивая «Мин». «Амин». Таким образом. Как сказал имам Ан-Науи, «Афсахуха, ваашхаруха, ваачвадуха, аинда лаулама, амин, бильмадди битахфифильмим». То есть, самое правильное, самое известное и самый лучший вид произношения «Амин» у ученых – это удлиняя первый звук и не удваивая «Мин». Именно относительно такого произношения приходят разные риваяты этого хадиса. «Валлаху а'алам» «Хафизхакум Аллах» «Амин» «Амин».